Потому что был звонок две недели назад из администрации города Перми, мы уже обсуждали. Вот как раз эту историю. Да, эту историю. И на мой вопрос, в собственность или в какую аренду, концессию я получаю землю и какую площадь, мне сказали в аренду. Аренда, которая за собой несет еще и платежи, это же будут платежи, правильно? Это нагрузка, это бремя. Это длинные деньги, горнолыжка. Вы имеете в виду горнолыжка в целом? Горнолыжка в целом длинные деньги. Если брать опыт Австрии, Швейцарии и т.д. и т.п. Страны, которые там близлежащие, которые живут за счет горнолыжек. Но там по-другому, там не только горнолыжки, там всесезонные курорты. Там нет аренды. Там есть бессрочное пользование, которое передается. Либо мне Соловьеву, Центр активного дыха Полазна, который говорит, что я несу на себе социальную ответственность. Содержу, к примеру, школу из 100 сноубордистов, 50 горнолыжников и 20 летающих лыжников. Тогда это интересно. Но когда это будет в самом деле и государственная поддержка? А со слов того, кто звонил, о государственной поддержке я понял только о том, что они это передадут в аренду. И будет оговорен ряд инвестиционных планов с моей стороны. 5 ли миллионов евро, 10 ли миллионов. Это с моей стороны. А с стороны государства только в аренду землю. Только вот я то, что услышал, я вам передал.